Всем привет, это Леонид Волков. Спасибо, что смотрите мой канал. Продолжаем разговор и сегодня я хочу с вами обсудить такой важный феномен, как кремлевскую пропаганду. Я поставлю вопрос так. Почему у пропаганды вообще хоть что-то получается? Странная постановка вопроса. Мы же привыкли слышать и говорить про очень эффективную пропаганду. Мы видим результаты ее разрушительной деятельности каждый день. Десятки миллионов людей верят, что черное это белое, что украинцы сами бомбят свои дома, что Навальный сам себя отравил. Верят во всякую чушь, несусветную, непредставимую, в абсолютную ерунду. Не следует ли ее признать крайне эффективной и крайне успешной? А я все-таки хочу по-другому поставить вопрос. Почему у пропаганды получается хоть что-то? Ну вот реально, посмотрите на эти рожи Симоньян, Скобеева, Соловьев. Они тупые, они бездарные, они несут откровенную чушь. Откровенную. Стоит чуть-чуть подумать, чуть-чуть поразбираться, и там концы с концами не сходятся. Во многом даже не они сами в этом виноваты, но обстоятельства такие. Их реально заставляют называть черное белым и говорить, что дважды два равно семнадцати. Ну вот Россия начала войну, ведет массированное наступление, уничтожает украинские города. А этим надо изгаляться и объяснять, что это вовсе не война, а спецоперации. Вообще мы были вынуждены и никого там не убиваем. И я сейчас с облегчением услышала слова президента о том, что наша армия продолжает обходить мирных жителей и не бомбить мирных жителей, и старается вести эту... Ее нельзя назвать войной. Это специальная операция, потому что война так гуманно не ведется. Ну понятно, что как ты не шей белыми нитками, все равно белые нитки будут торчать, каким бы ты ни был талантливым пропагандистом. А эти, к тому же, не очень-то и талантливые. И тем не менее, да, факт остается фактом. Кто-то на весь этот бред все же ведется. Что с нашими согражданами? Почему это работает, несмотря на откровенную тупость и бездарность? Это важно понимать. Поэтому поставьте сейчас лайк и начинаем серьезный разговор. Я бы выделил на самом деле две фундаментальные причины для того, что пропаганда все-таки достигает своих целей. Первая причина простая. Это полное отсутствие альтернативы. Они подстроили так, что как будто бы наши отубили гражданское население. Все это все, самое настоящее все. А вы смотрите телевизор, наверное, только, да? Да, я смотрю телевизор. А что мне больше делать? Не надо думать, что человек, когда видит пропагандиста, верит ему на слово. Люди в целом не идиоты. И люди в целом способны видеть, что им врут. Люди в целом способны понимать, что вот этот потный Владимир Соловьев в ажитации, с пеной изо рта, что он не говорит правду. Но когда люди не видят реальной картины, то они не могут понять, где находится истина. Им кричит Соловьев. Украинцы едят детей живьем. Они видят, что человек, который это кричит, врет. Они думают, нет, правда в чем-то другом. Но они же не знают, как на самом деле. И думают, ну нет, наверное, все-таки не едят, а там, не знаю, пытают. Или сначала обжаривают. Они живьем едят. Человек умеет понимать, правда перед ним или неправда. Но понимание того, что пропагандист врет, не помогает человеку понять, в чем правда заключается, если он нигде с ней не сталкивается. Интересно, кстати, что чем человек взрослее, тем он лучше различает. Искренность от неискренности, правда от неправды. Это некая функция жизненного опыта, некая функция насмотренности. Вот бабушка, которую мы себе представляем, когда говорим о типичной жертве пропаганды, которая как раз в своей жизни много что повидала, как раз прекрасно различает, прекрасно понимает, что ей вешают лапшу на уши. Но снять эту лапшу она не может, потому что она не видит альтернативной точки зрения, не видит реальной картины. Интернета у нее нет, а даже если бы был, там уже давно все переблокировано, независимо. Пропаганда чувствует себя уверенно только в условиях отсутствия альтернативы, когда ей не приходится сталкиваться с объективной реальностью. Без дебатов, без споров, без необходимости доказывать свою точку зрения в сравнении с правдой. Потому что там сразу все по швам расползется, когда будет ясно, что правда устроена очень просто и понятно, а пропагандистская версия соткана на живую из разноцветных лоскутов, которые друг другу не подходят. Пропаганда чувствует себя комфортно, когда единственный спорщик – это какой-нибудь ублюдок типа Майкла Бома, клоун, который получает за это деньги, чтобы изображать спорщика, всегда готовый признать свое поражение и на потеху публике получить несколько клоунских оплеух. Против Майкла Бома пропаганда чувствует себя комфортно, а против настоящих оппонентов она просто не спорит, не выходит на рим. Ну, когда вы видели дебаты Владимира Соловьева или Ольги Скобеевой с кем-то независимым? Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать. Пожалуйста. Дебаты, подкрепленные фактами, где реальность сталкивалась бы с пропагандистской картиной мира. Таких не было и не может быть, потому что пропагандистская картина мира рассыплется моментально на глазах миллионов телезрителей. Но есть еще и вторая причина, на мой взгляд, даже более важная. Она заключается в том, что обычному человеку пропаганда предоставляет очень важную психологическую защиту. Она в буквальном смысле не дает людям сойти с ума. Как это работает? Объясняю. Вспомните еще раз про то, про что мы с вами говорили несколько раз. Про политически пассивное большинство, про политическое болото. В России процентов 60 избирателей не интересуются политикой. Верят во все эти мерзкие штампы, что политика грязное дело, что нас это не касается, что простому человеку не надо туда лезть. Так, к сожалению, устроено наше общество после 90-х, после разочарования в демократии и политике. Есть процентов 30, которые все понимают, которые против Путина и против власти. Есть процентов 10 кровопийц, у которых реально клыки кровью покрыты, которые кричат, дядя Вова, давай, давай, Киев, разбомби ядерной бомбой желательно. Их процентов 10, это такое агрессивное нодовское меньшинство, которое очень громогласно, но которых на самом деле очень мало. И есть 60% вот этого тихого большинства политического болота людей, которые живут в другом мире, людей, которые не читают новости каждый день. Вот нам с вами это трудно понять. У меня, у вас день начинается с чтения новостей. Что произошло, что случилось, что ожидается? Не все люди так живут. Большинство людей в России этого не делают. Нет, им просто это не важно. Может быть, спорт, музыка, развлечение, знакомство, все что угодно. А новости, они считают, что все, что новости, это политика, это им знать не надо. Я даже не знаю, что там происходит. Вижу только, что цены поднялись. Конечно, это не радует. Ну, вроде весь интернет, все телевидение заполнено этими событиями. Я пролистываю, я пролистываю. Я не хочу даже. Смысл в это вникать, если я ничего не могу изменить. Не все знают, что война идет. Если по телеку не показывают, то и не идет. Вот эти 60% тихого политического болота, сейчас они очень сильно трансформируются. Сейчас их накрыло, конечно. Война является все-таки настолько сильным и трагическим опытом, настолько редко это бывает, настолько это драматическая вещь, что многих из них она заставляет впервые, может быть, за десятки лет как-то соприкоснуться с реальностью. Война, когда пробивает в их информационный вакуум, она заставляет их хотя бы немножечко начать интересоваться, что происходит. Вот в их жизненном цикле вообще не было чтения новостей, а теперь для многих из них какое-то чтение новостей появилось. Это в Кремле отлично понимают. Поэтому в первые же дни войны максимально зачистили все независимые источники информации, чтобы эти люди ничего такого не увидели. Вот человек впервые за 10 лет хочет разобраться в окружающем мире, хочет прочитать новости, а там его встречает только официальная ложь, только телевизионная картинка. И это работает. Но главное дело в том, что пропаганда предоставляет такому человеку механизм самозащиты, нормальному человеку, человеку негероическому, человеку, живущему обычную жизнь. Очень трудно признаться себе в том, что пока он сидел на диване, пока он не интересовался новостями, пока он игнорировал политическую реальность. Он стал фашистом. Что пока он молчал, от его имени Путин начал кровавую захватническую войну. Путинская армия убивает ни в чем не виновных людей, разрушает города, насилует женщин и детей, ворует, грабит, мародерит, несет ужас и разрушение. Нормальному человеку, который живет в уютном мире, который как-то разумно устроен, где все хорошо. И каждый человек в целом, конечно, по дефолту считает себя хорошим. Ну, нормальный человек считает себя хорошим. Ему предлагается признаться себе в том, что он проморгал зарождение фашизма, что его страна – это фашистский агрессор, такой, про которого учили мы все в школьных учебниках истории. И что сам он своим молчанием внес в это существенный вклад, что он сам виноват. Нормальный человек с нормальным жизненным опытом, без опыта рефлексии, без помощи психотерапевта, без непосредственного столкновения с реальностью. Все-таки никто не живет в прифронтовой полосе практически. Не может сделать над собой такое усилие. В 90% случаях не может себе признать, что происходит. Это настолько ломает его картину мира, что реально грозит каким-то сумасшествием. Он хочет от реальной картины мира защититься. Не пустить ее в свой мозг. И вот то, что мы видим в вопросах, это как раз этот эффект. То, что якобы очень сильно выросло одобрение действий Путина. То, что якобы очень сильно выросло одобрение войны. То, что видят социологи. Это они видят всего лишь людей, которые предпочли спрятаться от саморазрушения личности за тонкой корочкой пропаганды. Защитились ей, как зонтиком от дождя. Они не бомбят. Они точечно истребляют вредителей. Они не разбираются вглубь. Они не хотят искать правды, потому что правда слишком опасна и травмирующа. Они берут на вооружение упрощенные плоские штампы телепропагандистов и говорят, я в домике, не трогайте меня, правда, реальность. Уйди, уйди, я не хочу тебя знать. Внимание, мы не знаем, как они думают на самом деле, что они думают и какой там процесс у них внутри происходит. Они отдали, так сказать, свой мыслительный процесс на аутсорсинг. Важнейший признак этого, когда человек говорит не своим языком, а транслирует штампы, он на самом деле просто делает такое вот самозащитное интеллектуальное упражнение. Он говорит, так, я в этом не разбираюсь, но ведь кто-то авторитетный по телеку это сказал, это ж не может быть полной чушью. Значит, я могу на это мнение как-то положиться, я сам не хочу думать неприятную правду, отстаньте от меня. То есть, вместо того, чтобы разбираться и делать собственные выводы, он берет на вооружение штамп пропагандиста и размахивает им, как белым флагом. Я сдаюсь, реальность неприемлема для меня, мой мозг не способен жить в этой реальности. Поэтому вот вам мнение Ольги Скобеевой и Владимира Соловьева, я буду им защищаться от реальности. Забоевать нет, это не с целью завоевания Украина, это с целью освобождения от националистов. Вот две ключевые причины, почему у тупой и топорной лживой российской пропаганды все еще что-то получается. Люди прячутся за штампы, люди не видят альтернативной точки зрения. Ну так именно по этой же причине борьба с пропагандой вовсе не безнадежна. Она гораздо слабее, чем нам кажется. Это действительно очень тонкая корочка. Это не чугунная стена, это корочка на крамбрюле. Ее можно проломить, сталкивая людей с альтернативной точки зрения, хотя им это неприятно, хотя это очень сложно. Заставляя их думать, предъявляя им факты, разбирая ложь пропаганды пункт по пункту. Человек выкидывает белый флаг защиты. Мне по телеку сказали вот так, а ты садишься и разбираешься им, почему это вранье. Тогда он выкидывает какую-то следующую защитную занавеску, а ты снова разбираешься по пунктам, разрушаешь нарратив пропаганды. Это ужасно неприятно, это сложно, человеку больно мы делаем так. Это, знаете, похоже на изгнание бесов. Он корчится, когда вот эти слои тоненькие пропагандистские уходят, и человек остается один на один с ужасно дискомфортной реальностью. То ему больно, он страдает. Ничего пострадает. Жителям Мариуполя, Буча и Харькова приходится в любом случае страдать сильнее. Наш с вами долг разрушать пропагандистский нарратив, работать с нашими согражданами, мешать им прятаться в этот уютный домик. Да, действительно, будучи молчаливым большинством, многие из них все проспали. Многие из них помогли путинской России стать фашистским террористическим государством. Но их еще можно вернуть к нормальной жизни. Их можно заставить воспринимать реальность. Вот эти 10% вурдалаков из агрессивного путинского меньшинства нет. Они безнадежны. И забудьте про них. С ними спорить не надо. А вот с людьми, которые политикой не интересовались, а теперь вдруг стали говорить телевизионными штампами, с ними спорить можно и нужно. Это требует большого терпения, большого внимания, большой настойчивости. Но это работает и это приносит свои плоды. Поэтому будьте, друзья, настойчивы. Мы воюем против Путина на информационном фронте. Это война, на которой будут жертвы, будут потери, будут страдания. Но ее необходимо выиграть, прежде чем Путин разрушит весь мир. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Распространяйте и его тоже. Само по себе оно тоже помогает людям разобраться, что не так с их картиной мира. Давайте вместе уничтожим пропаганду. Сотрем с лица земли Соловьева, Симоньян и Скобееву. Они конченые подонки и мерзавцы. Люди, которые обязательно сядут на скомби подсудимых и получат очень длинные сроки за ту роль в разрушении мозгов наших сограждан, которые они сыграли. Путин должен уйти. Свободу Алексею Навальному. Смерть пропагандиста. Свободу Алексею Навальному. Продолжение следует...